И все привет ребят, с вами Старвайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, а именно обсуждению нововведений в нашу игру появилась у нас информация о новом дрончике, который в ближайшем будущем появится в нашей игре, ну и конечно же я не мог упустить эту тему из вида. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3млок став на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только ревока утики и с этим личный такток темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. И появилась у нас очень, ребятки, интересная информация, связанная с новым дрончиком, который я так понимаю, что появился у нас на тестовом сервере, это дрон, который по названию звучит вроде как оракул, и есть его как раз таки характеристики, которые мы сегодня вместе с вами разберем. Если смотреть на скрин, то на скрине дрон выглядит точно так же, как выглядит у нас дрон, как он у нас назывался, драйвер, который теперь уже работает как не дрон, а как устройство на корпус, но что-то подобное у нас в ближайшем будущем должно появляться в нашей игре. Управляет работой припасов этот дрон, написано переключая танк между тремя режимами работы, танк может наносить больше урона, иметь более высокую скорость или получать меньше урона. В зависимости от текущего режима, при переключении режима отключает действие других припасов, в момент опасности ты либо адаптируешься, либо будешь уничтожен. Так это характеристики кризиса, это же просто характеристики кризиса, нет? Тут что-то какая-то шляпа написано? Так это же вроде просто характеристики кризиса, три режима, три режима, которые имеют более высокую скорость, получать меньше урона, либо наносить больше урона. То есть это просто чисто характеристики кризиса? А при чем здесь тогда название Оракула? Расходует больше припасов при их активации, переключая танк между тремя режимами работы, танк может наносить больше урона, иметь более высокую скорость или получать меньше в зависимости от текущего режима, при переключении рук включает действие других припасов. Отключает действие других припасов, а здесь он не отключает, а нет, отключает действие других припасов. А что здесь тогда дополнительно еще написано в кризисе? Управляет работой припасов, а здесь усиливает один любой припас за счет отключения остальных, а здесь управляет работой припасов. То есть чуть-чуть по-другому, да, трактовочка. У нас написано, расходует больше припасов при их активации. А тут просто... А, короче, это типа Брут. Это типа Кризис на минималках. Брут 2.0, я так понимаю, да? Это, то есть, будет припас, который будет использовать по одному припасу, но он не будет хавать дополнительные припасы. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю? По ходу дела, да. По ходу дела я правильно понял эту всю систему. То есть, это просто дешевый Кризис. И скорее всего, он будет просто меньшее количество давать дополнительных усилений. То есть, если у нас, например, у Кризиса усиление 100-100 там 90, да, то здесь будет просто вернее не 100-100, а 90-25-50, то тут будет просто эти значения меньше, да. Ну, прикольно, прикольно, если это реально не фейковый какой-то дрон, не фейк просто, а реальная информация, которая в ближайшем будущем появится в игре, то, в принципе, неплохо. Неплохо, прикольно, что появляются какие-то новые такие дрончики, если, конечно, это не какой-то просто байтик, да, и фейк-инфа. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, реально ли это новый дрон-оракул, или это какая-то фейковая информация, что вы думаете по этому поводу. Пишите все свои мысли в комментариях, поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока!